Всем привет! Меня зовут Алина и в этом видео я буду показывать вам свои бюджетные покупки. Давайте начнем! Первое, что я заказывала, это вот такой шампунь Абсолют на Яндекс.Маркете. Там есть разные серии для восстановления, мужские шампуни, укрепления, увлажнения и так далее. В целом этот шампунь хороший, стоит он в районе 200 рублей, что даже бюджетно. И, в принципе, исправляетесь со своей функцией. Голову моет отлично! Ставим ему 8 из 10. Дальше это бальзам для волос. Вот такой вот, Клискер. Это экстремальное восстановление. Тут идет жидкий кератин и жемчуг. Он идет для поврежденных волос. В целом бальзам неплохой. У меня сильно очень путаются волосы после мытья. И когда бальзамы помогают мне расчетствовать волосы, это прекрасно. Также я покупала шампунь Аблепиховый... Ой, шампунь. Также я брала Аблепиховый бальзам с эффектом ламинирования. Он тоже очень хороший. Я его почти закончила. Тут уже вот только на донышке. Для ослабленных и поврежденных волос. В целом он мне нравится. Стоил он в районе 300 рублей. Этот бальзам стоил тоже в районе 300 рублей. Я их покупала в ритуале. В целом со своей функцией справляются. Мне они подходят. Ставим им 9 из 10. Далее вот такое вот масло-бустер для волос фирмы Комплимент. Это... Это просто шедеврально. Это просто масло в мое сердечко. Оно очень питает, увлажняет кончики волос. Я их брала, потому что у меня слишком сухие и поврежденные кончики. Оно стоит тоже около... Оно стоит тоже около 300 рублей. Заказывала я его на Валберисе. Так что... 10 из 10. Далее вот такой сухой шампунь PreFest. Он прекрасно справляется со своей задачей. Но он берет волосы, то есть как вот для блондинки. Этот шампунь подходит. Так что у меня просто волосы сливаются. И да. А вот шатенком и брюнетком, мне кажется, этот шампунь, ну, будет чуть-чуть окрашивать волосы в белый цвет. Но он жирность убирает, со своей функцией прекрасно справляется. Так что ставим ему 10 из 10. Следующая это вот такая вот маска для волос против выпадения. Тоже от фирмы Комплимент. Ее я заказывала на Яндекс.Маркете. Стоила она порядка 400 рублей. В комплекте с Омега-3 я пила витамины. Эта маска мне помогла избавиться от выпадения волос. Так что со своей функцией справляется. Ставим ей 9 из 10. Еще я покупала такой бальзам-молочко от фирмы Эвелин. Оно для всего тела идет с запахом кокоса. Запах у него просто восхитительный. В целом он увлажняет, питает все, что ей нужно. Бальзам и молочко. Так что ставим ему 10 из 10. Стоил он в порядке 300 рублей. Далее вот такой вот скраб Органик Шоп. Его я тоже заказывала на Яндекс.Маркете. Это скраб для лица. Он в принципе прекрасно справляется тоже со своей функцией. После него кожа такая мягенькая. В общем мне понравился. Стоил он в районе 200 рублей. Ставим ему 10 из 10. Так. Следующее. Вот такой вот крем Неве. Я думаю все о нем слышали. Кто-то пользовался, кто-то не пользовался. Я его купила первый раз. У него очень жирная текстура. Вот на холодное время года. Это прекрасный крем. И особенно для тех людей, у кого сухой тип кожи. У меня тип кожи комбинированный. Я его наношу на ночь. Он впитывает, хорошо увлажняет. Мне понравился. Стоил он 300 рублей. Ставим ему 9 из 10. Далее я покупала вот такой гель для умывания. Айвид. В принципе он мне очень понравился. Хорошо смывает макияж. Мне просто единственное, что мне больше нравятся пенки все же, нежели гели. Но этот гель хороший. Также я рискнула и купила на фикс прайсе пенку для умывания. Кейер 365. Она гипераллергенная. Стоила на 90 рублей. Но мне показалось, что у меня от нее начались на коже высыпания. Так что насчет нее нужно еще подумать. Но в принципе смывает макияж нормально. Ну, оставим ей пока что 5 из 10. Далее я заказывала вот такие вот помады. Pin Up Look Visage. Это у меня оттенок 544. Кстати, он у меня сейчас на губах. Стоил он в районе 200 рублей. В целом мне эта помада понравилась. Она матовая. И также я заказывала помаду Stellar. Это оттенок 11. Naked Rose. Вот. Она уже у меня почти заканчивается. Но она мне понравилась. Стоила она порядка 360 рублей. У меня текстура жирненькая такая. Она глянцевая. Мне понравилась. Она хорошо прям увлажняет губы. Также я покупала в Литуале тени. Perfect Cover. Мне очень они понравились. Стоили они 800 рублей. Тут нюдовые оттенки. В целом хорошие тени. Единственное минус, что тут не шли кисточки. Но я их докупила на Валберисе отдельно. Сегодня на Валберисе я забрала каранаши для губ. Ещё их я их не распаковывала. Так что давайте сделаем это вместе с вами. Стоили они очень дёшево. Это меня привлекло. Я решила попробовать. Тут и шло 12 оттенков. Запаковали. Они такие прям толстые. Фирма Формор. Они такие идут. Толстенькие. Нюдовые оттенки. Они вообще похожи между собой, но всё равно разные. Но на вот такое вот холодное время в самый раз. Так, как бы они распаковываются дальше. Идёт тут 12 штук. Сейчас возьмём один и попробуем. Текстура у них довольно жирная. То есть каранаши, ну, не будут рвать вам губы, как есть некоторые сухие. Наносятся они хорошо. Такие мягенькие. За эту цену каранаши прям прекрасные. Стоили они в районе 200 рублей. За 12 штук. Да. Ну, тут, как бы, видите, много оттеночков. Вот я вам показала пока, что все бьюти свои покупки. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк. Буду рада всех видеть. Пишите комментарии. Всего хорошего. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok